Сейчас поедем кушать в МАК, давай присоединяйтесь с ребятами вместе с нами, заваривайте чуюку Стоп! Стоп! Бля, дорого! Он для этих дорог придуман, я ничего не знаю, бля Здарова, друзья! Короче, сегодня у нас на, можно сказать, что обзоре вот этот вот гелик с китайским барабус-обвесом Уже идет третий день, и он у меня вот здесь сидит, так что приятного просмотра Там будут шашки, ху**ки, там оффроуд и всякая чернуха, которую мы натворили за несколько дней Я надеюсь, что мы сейчас еще поймем что-нибудь натворим, и вы все это увидите Короче, возвращаемся на 3 дня назад и смотрим, что там было Ну что, начинаем? Начинаем Здарова, ребятки! Ну что, на связи с МТ Продакшн Мы сегодня выйдем в гелике Это китайский 500 и Брабус Там объект типа не настоящий такой Короче, мои ощущения от гелика Первый раз, когда я садился за руль Это было, ну, это было такое ожидание того, что ты никогда не катался на гелике Типа, вот, само название гелик, бурёк гелик Особенно вот предыдущая модель, это 6.3 там И ты смотрел, бля, он же там стоит, там 150 тысяч или сколько он там стоил И ты думаешь, а х**ть, это же такая тачка И когда вышел новый, типа, я смотрел на все эти пропеллеры, на вот эту вот всю фигню Ты смотришь на их и думаешь, блин, это же охраняет, это же так круто выглядит, этот весь алюминий типа Все так классно В целом, да, неплохо выглядит, мне нравится там дерево прикольное Розовая подсветка, чисто для мужиков, бля, таких, которые ездят на гелике Вот это вообще мне нравится Но, бля, честно, нет Вот нет такого, что, вот в 90 ты сел Бля, вот эта тема, ну, реально, чувствуется прям вот, вот что-то Видимо, им просто больше душа лежит в BMW В McLaren сел, и такой, бля, ты сидишь в спорткаре, да? В ламбу сел, и ты такой, вообще просто там, бля, слюни пускаешь Бля, это же V8, это же V10, там, да, атмосфера, и как она едет А здесь сидишь такой, типа, ну да, высоко, ну он как баржа такой, типа Кричу, очень странное ощущение, не могу сказать, что прям, типа, я как эту охуенно себя чувствую Да, я еду на дороге, и просто все заглядывают в салон, все, бля, все до единого Каждая тачка проезжающая, смотрят, типа, кто же там сидит, типа Ты едешь просто как царь, бля, тебе все похер И сидишь такой удобный, такой, в такой огромной херне, просто в коробке на четырех колесах И ты такой, типа, бля, подвинься, нахлопать едет Ну вот это херне реально есть, я не знаю, типа, у меня нет этой херне, как у Давидовича, когда ты выходишь Я наоборот, такой, бля, спрыгнул такой, типа, с**ался, все хорошо, бля, никто не видел, бля По плану у нас сейчас поехать покушать, а в целом машина, скорее всего, на несколько дней У нас, да, у меня Короче, да, у нас тачка на несколько дней, и в планах как бы съездить на легкий оффроуд Такое, попробовать вообще, что это такое, типа, насколько она держит, ну, все эти, все эти бездорожие Ну, пошашковать, наверное, какой-нибудь по Хасане, что-нибудь такое интересное поделать, посмотрим Но есть у нас кое-что, что вы увидите попозже Что это будет, я даже сам не знаю Ну, а ты не знаешь, я тоже не знаю А-а-а-а! У нас гонки с Тойотой? Да, блядь, ну а с кем еще гонят? Блядь, у него топка просто улетает, блядь, улетает Какой здесь расход? Я не знаю, блядь, это в 30, наверное, но мне так кажется Ладно, подождем, короче, Алиска Реальное ощущение от тачки Каждый раз не понимаешь, куда руку засунуть Потому что здесь ручкой хочется, блядь, вот в ручке открыть, нахуй Мне надо вот куда-то дергать Я, блядь, так все время думаю, куда, что, блядь, а, вот, блядь Нашел, блядь, вот это я не понимаю, зачем, блядь, да Ну, типа, здесь, наверное, надо там ей двигать Как по мне, это, блядь, лишняя деталь Если у тебя есть вот эта вот тема, блядь Вот ей можно все, типа, делать Либо один, либо другой Ну, это мой вкус, мое понимание, да Ну, лепестки, ладно, окей, на гелике они вообще нахуй не нужны Но, типа, для красоты они их сделали То есть, когда залезаешь, вот тут не хватает ручки Есть же модели, по-моему, где были они И мне постоянно надо, блядь, ты с грязными ногами Ты не можешь сесть на сиденье, отряхнуть их, как нормальный человек И сесть в сачку, тебе надо, блядь, запрыгивать Или залезать одной ногой То есть, ты уже обосрал весь коврик И потом ты такой выдвигаешь, такой, здоров, все, типа, я теперь чистый, блядь Ну, вот это тоже странно Могли быть здесь хорошую, здоровую ручку Здесь-то есть ручка, ну, блядь, сделайся здесь Ну, как по мне, это нормально было бы Ну, что, ну, все, и ты сидишь такой, как батя Ты подъезжаешь, все-таки О-о-о, он ельки подъезжал, блядь, охуеть Привет Птишки, вы все куда-нибудь Ща, я спрошу, открой ей кошка, блядь Че, все нормально же, блядь Все нормально А можно кову? Она решила, что ты типа, нахуй, не надо, блядь Я че, просто плачу А можно кову нам? Поехали М-ка не нужна, когда есть гелинг, реально Блин, ну, слушай, на нем очень, очень странно Ты как на автобусе выглядишь Кстати, есть в этом что-то, как на автобусе, реально Наверное, я такой х*** не занимался Тут для песни можно ставить Ау О, кстати, вот себе аукрос, блядь, смотри Че, ты Из-за тебя дворы тут, конечно Нормально, блядь, я тут все детство провел, блядь Мы тут только так щегляли Так, ну вот теперь мы можем нормально Работники года поехать и взять Макдак Музыка Музыка Че мы заказываем, че мы не готовим Так, мне нравится, добрый вечер Добрый вечер Я диспетчер Да? Нет Так, сейчас, секундочку, мы подумаем, че нам надо У нас тут целый заказ, там целая армия блябандосов сидит Можно еще будет кисло-сладкий соус Пирожков сегодня не надо Не заслужил Пирожки Так, еще будет, вы готовы? Да Еще будет два бортеброда с черной икрой Ну, как вам надо сказать, нет такого Как нет? Это вам уже в другой ресторан, к сожалению Так тут же тоже ресторан Здорово Здорово, бандиты Я работник года, кстати, мне гелик подарили Реально, не веришь? Посмотри, в центральном офисе стоит, там, моя табличка Там, стишка номер один Реально Вот, у меня есть работник Карчика Я работник, отвечаю Я на маке поднялся Сколько денег? Дорого Я себе новый Айси У меня была такая Кстати, до позапрошлого года у меня была школа У меня 26 лет, у меня школа карта была нормальная Зато 10% в лидошке скидка была Это прикольно, у меня все пацаны пользуются А скидку можно? Нет Работнику года Ну, как так? А почему у вас игры черной нет? Всегда была Всегда была Там вообще Даже не поймарит Вообще Шутить даже не умеет Там была девчонка На прошлой неделе мы подъезжали Вот она прям вообще Нету с черной, есть с красной Я говорю Нет, с красной Говорит, давай с черной Говорит, нет, с оля Есть только красная Ну, то есть такая нормальная Типа, на подрыве А я такой прям стесняется Его там снимают Все, чувак Там уже покраснел Для помидора Добрый вечер Не хочется там базарить, да Бля, я не знаю Это прикольно Все вот такие На пиздатых дачках Они все вот так вот ездят Реально, у них все Кепочка такой На Макларене У него такая Макларен кепочка На сидит такой Типа, а я ничего не знаю Бля, очень-очень Очень такая распространенная тема Реально У нас и много Вот так ездят Типа, я прячусь Бля, меня не видно Я в защитке Знаешь, что Я на Тони Ребля А там точно все? Да, может быть проверим А икра есть черная? Должен Есть? Да, вот Поймал на слое? Сейчас проверим У вас шапочка Макдон Да, я же работник года Вы не знали? Центральный Макдон Кепочка моя стоит Я работник года Где гелик подарили Да Нет, черные круташи, да? А? Черные круташи Ну так должны были дать же Понятно Ну так бонус там Спасибо Спасибо Все, давай, пакеты Что, перерыв на обед? Да, перерыв на обед Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Действительно надо ездить Сколько можно спокойно ездить по городу? Он не для этих дорог придумал На самом деле, для этих, но Но все равно Че, какой расход? 27 литров, блять И это мне тачка точнее по карману Иван, эксперт. Наш прей, конечно. Это был снепа. Бля, вот она портанула. Бля, вот она портанула. Это как бы нормально? Пацаны портанула. Не, очень повезло. Шикарный день у тебя сегодня. Так, чё там? Алло, Алвиз. Всё на чёрное. В общем, сегодня мой день. Я думаю, это уже знак, блядь. Так что надо сегодня подвязывать, блядь, и страдать такой. Ну, прямо совсем жестик, потому что, блядь, мы сегодня и по пешеходам покатались, блядь. И по паркам покатались, блядь. И по бордюрам, по всем, которым можно, блядь. По встречкам и по кирпичам, блядь. И почему только нельзя и можно. Так что, я думаю, на сегодня хватит. Фарта ставим на завтра немножко. Субтитры сделал DimaTorzok Здорово! И сегодня второй день. И мы показываем вам китайский гелик. Всё ещё. Сейчас мы там помоем это ведро. Оно вот дико грязное. Я таким его получил, к сожалению. И вчера было минус 16, его было бессмысленно мыть. Поэтому сейчас мы его помоем и поедем в лес. И покажем вам три интересные вещи. Просто аппарат не работает. Ну ёпту и мать, да что за херня? Ну вот как так? Есть мелочи? Ихэ! Райквир! Эй, да что делать? Ну чё, теперь другое дело совсем нет? Топовая тачка. Свет вообще офигенный. Ну, я про Ford, что он топовый. Да, реально. Ну, Ford реально вообще топчика. Всё остальное так всё. Так, ну чё, погнали? Холодно. Капец, руки уже дайте, отмерзли. Давай-давай-давай. Знаю, дурман в голове туман. Ой, мама-мама, души столько ран. Знаю, баламу душа хулиган. Вылечу один прямо к небесам. Знаю, дурман в голове туман. Ой, мама-мама, души столько ран. Знаю, баламу душа хулиган. Вылечу один прямо к небесам. Сколько дыма на пыль, сколько там алказал. Сколько убитых гад, и убиты все однако. Сколько я помню! Поехали! Чё происходит? Сейчас будем чё-то делать. Давай. Ха-ха-ха. О-о-о-о-о-о-о-о. Я вот здесь я... Ээ, убери, что ли, что ли? Как тебе это пришло в голову слушая это, бля. В смысле как? Ну, это ещё не всё, подожди, это только начало. Дальше там будет интересней. Надо тестить короче. Давай, на, быстрей! Реще, реще! Давай, разгоняйся! Давай! Черт! Давай, давай, давай! Не бойся! Самое прикольное, что вот этот сноуборд мне дала просто девочка с инстаграма, которую я ни разу не видел. Ну, просто я написал, типа, в совесть, ребятки, есть у кого сноуборда? Она говорит, да, можешь взять, типа. Но это тико классно, на самом деле. Спасибо тебе большое! Главное, яйца не отморозить, а остальное... ... ... 있게 Сука, я только хотел сказать, вот борт никогда нигде не застревал, блядь, и просто первый раз в жизни я застрял. Все, 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 стоп. Короче, едем домой после всего. На форте нахер, елик уже. Ты от елика просто устаешь. Как тебе? Какие ощущения после проделанного? Ну, именно то, что мы сейчас снимали, было круто на сноуборде прокатиться. Это прям, я всегда мечтал какую-то путь. Ну, тебе это просто странно. Чувак едет в халате на сноуборде зимой, блядь, с дружкой, блядь, кофейкует, типа, за геликом, да, нормально. Это, конечно, прикольно, но вот честно, вообще полностью мои эмоции о гелике. И да, и больше нет. Вот, я два дня покатался, мне он каждый раз, буквально вот через час-два, вот когда эмоции все проходят, и ты просто едешь на тачке, то, ну, хочется выйти из нее. У меня вот вообще не зашло. Не знаю, может быть, конкретно в этом проблема, да, что он такой, ну, большой такой, типа, какой-то громоздкий. Может быть, в каком-нибудь 6.3 я бы по-другому себя чувствовал. Но именно вот с этого хочется просто выйти, и он надоедает. Ну, то есть он скучный. Ну, ты едешь, ну, в коробке едешь, ну, звук приятный, да, согласен. Звук классный, V8, но это для FMR-сов самый просто топовый звук. А по-остальному, ну, нет. Короче, гелик не мое, точно, мне вообще прям не заходит. Здорово, ребятки. Итак, у нас сегодня пошел третий день наших съемок. Короче, гелик вообще не на определенное время у меня остался, потому что он нахер никому не сдался, он реально скучный. И сегодня мы решили сделать так. Я написал двум девочкам, ну, одной, она позовет подругу. Я их не знаю, я ни разу их не видел. Они вот где-то там должны быть. Мы сейчас к ним подъедем, посмотрим вообще, как они отреагируют на то, что вам прием на гелике. Я не могу, я самому, блядь, стыдно, что ли, на такой хуй, подъезжай, типа. Ну, я привык, на нормальной машине ты подъехал, поставил, блядь. Это такие дешевые понты, блядь, ну, реально. Мы вот сейчас приехали на мойку, и вот она стоит и моет машину. Опять? Да ты все бабки мои потратишь, так? Вот так вы все деньги и тратите. Женщины вообще никакой экономии. Вот я залетаю сходу, на евро пятьдесятый весь гелик помыл, так что он чистенький был. А я на нее уже потратил два евро, и он еще не помыт. Охренеть просто. Может, реально не надо, ну, девушку. Может, от дому все-таки? Вот смотри, поехали на оффроот. Ну, мы сейчас сядем. Блядь, реально. Ну, блядь. Давай назад, давай назад. Не, ну, ездят вроде. Хотя ощущение, как будто мы сейчас вот застрянем. По-моему, дорога там, нет? Дорога где, вообще не знаю. Просто, блядь, ездим. А вот тут уже очково становится. Бля, утонули все. Не, ну, заезжаем. Бля, слушай, ну так-то глубоко, вообще-то. Кипец. Давай, 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 давай. Бля, ну, не, он уже так начинает видеть. Здесь все очень странно. Говорю, он уже там до днища доходит, видишь? Ну, это мост, там мостом он третит. Да, да, да. Бля, охереть. Нормально мы эту дорогу, короче, раскатали. Кипец. Реально сыгранно, что мы сейчас застрянем. И вот это на гелике, вы понимаете? То есть мы приехали в обычный вот лес, вот. Типа, да, здесь глубоко, но он просто как будто почти застревает. Единственный огромный плюс этой тачки, типа, почему на ней классно ездить. И ты можешь на ней ехать где угодно, как угодно. Только тот факт, что это не твоя машина. Вот это единственное, что круто. Ну, смотри, мы заезжаем в какое-то поле, непонятно. Я не знаю, что здесь. Надеюсь, на канал. Я тоже надеюсь. Немножко больше. Бля, не, мне кажется... Стой, 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 давай назад, мы назад туда не выйдем. Бля, серьезно? Бля, серьезно? Бля, еще больше. Бля, все, мы замотались. Бля, мы засыпали просто. Бля, бля. Ну, что скажешь? Пи***ц. На, обон трос из ДМЗЛ. Вон, аж спаситель приехал. Сейчас все организуем быстренько, чисто машина для спасения крыс Я устал, нахуй, гелик говно Поедем домой сейчас Жрать, поедем, а не домой В маг надо взять В маг, бля Стой, 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 стой Стоп, стоп Все, все Что скажешь? Да, блядь, блядь, Санта-фе нас вытащила Для слова Армандо Огромное спасибо Армандо Все, все подписывайтесь на Армандо, на его инсту Да, хуйня, этот гелик, покупайте Санта-фе, блядь Стоит косарь, нахуй, не 150, бля Ну, может, там не будет, там кожаных сидений, но все равно нормально И еще дизель, блядь, экономный, ёпта Санта-фе, блядь, блядь, санта-fе да пеp Все, друзья, вот и подошел к концу этот влог. Я очень надеюсь, что он зашел в такой формат. И вот чисто пару слов о тачке. Говно. Мне вообще не зашло. Он херово управляется, застрял в лесу, до хера жрет. И он ни хрена не комфортный. Ну, то есть, реально визуально вот просто вот картинка. Все остальное херня. Ну, я бы такой себе точно не взял за 150 тысяч. Ну, может, тысяч за 50 взял бы еще. И то, типа, подумал бы 10 раз. Как думаешь, для кого, в принципе, эта машина вот так? На самом деле, как я говорил ранее, что вот старый гелик, он более такой брутальный. А вот этот новый гелик, он такой, типа, вроде качок. Ну, знаешь, такой весь в розовом, такой пидорок. Здесь еще очень много пафоса, никакой брутальности. Хотя гелик изначально должен был такой более брутальный, такой. Да, вообще он что? Ну, предпоследний был прям вот такой, типа, бля, мужичок. Такой, че, какие проблемы, я че, не снаф, разберемся. А это такой, типа, вот у меня сложилось такое впечатление в этой тачке, типа, ну, херня, короче. Как бы это сугубо мое личное мнение. Я никого не хочу обидеть, типа, но... Изначально же они были думаны для военных целей, типа того. Да, а сейчас для другие военные цели. Здрасте, да. Три дня вот эти, они максимально насыщенные. Я думаю, что мы еще успеем покататься в нем, потому что он меня на неограниченное время. Тачка говно, но время я провел прикольно, как минимум. Был и оффроуд, и шашки были, и просто где-то народ пугали в городе. И ездили по паркам, и по тротуарам, и на сноуборде катался. И для меня это вообще такой дико крутой экспириенс, но просто... Я запомню этот день навсегда, блин, потому что я ехал просто в халате. У меня вся нога во льду, типа. Я такой, похер с кружкой, давай, типа, весело. В любом случае, Артем, спасибо тебе за то, что ты подогнал нам эту тачку. Я тебе благодарен. Огромное спасибо Софье, которая подогнала нам борт, и Алексу, который тоже подогнал нам второй борт. Так что, ребятки... А, и Спевик, который сжег мне сцепление, сука. Блядь, реально, мне до сих пор второй день на Форде воняет сцепление. Просто езду нахуй. И спасибо, Кузя, который заправлял гель. Короче, ребятки, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас скоро будут еще новые видосы, и мы стараемся радовать вас чаще. Плюс у нас в команде появился еще один оператор. Так что, думаю, что скоро пойдет все быстрее. Да, будем работать. Ну что, все, покеда. Субтитры сделал DimaTorzok